Итак, можно подвести итог такой, что если ничем не заниматься физической активностью сложной, то есть можно заниматься плаванием, на велосипеде кататься, и вегетарианец, то в принципе все окей. Если же заниматься на результат, то есть заниматься спортом профессионально, то нужно, соответственно, получать все необходимые питательные вещества. Без этого никак. То есть, когда вы занимаетесь усердно, тренировки ваши измиряющие, и питаетесь вы скудно, а сыроедение и веганство – это неполноценное питание однозначно. Соответственно, можно сказать, что это такое медленное самоубийство. Так что, ребята, не совершайте такие же ошибки, которые сделал я. Когда я сыроедел, еще и голодал, при этом делал тренировки такие, типа кроссфита, пробежки. То есть, прямо на голодании голодал, делал пробежки. Это, конечно, жесть. Это имеет свой определенный эффект мгновенный в плане очищения тела. То есть, в плане очищения тела, как терапия, сыроедение, веганство – это хорошо. Это хорошо. Посидеть на соках пару дней – это все хорошо. Но, как постоянная система питания, это никуда не годится. Значит, еще одна проблема в том, что, когда появляется какая-то тема, новая волна, там, йога, вегетарианство, сыроедение, всегда появляются люди, которые подхватывают эту волну и пытаются на этом как-то заработать. Собственно, в этом вся проблема заключается. В том, что люди хотят сделать деньги, и чтобы сделать деньги, нужно кого-то обманывать. Как всегда, приходится обманывать. Вот, друзья обманывают, и на такой подобный обман однажды повелся и я. О том, что сыроедение сделает из вас суперчеловека. Вы там сможете насыщать свой организм одним огурцом, там. Вся эта тема по поводу перестройки микрофлоры. Ну, то есть, короче, куча всякой херни разгоняется на эту тему. Знаете, есть какая-то идея. И вот еще там немножко добавил сказок. И все из супства добавил, то накинул магии. Все так сказочно. Все, и можно это все продавать. Вот, люди обманывают на обычных людей. И потом появляются проблемы за это. То же самое происходит и в йоге. Тоже. Йога сама по себе классная тема. Хорошая практика. Которая призвана помогать человеку. Улучшать его здоровье. А в наши дни получается все наоборот. И являются люди, которые хотят это продать как-то. У них так хорошо получается. Опять-таки, чтобы продавать, нужно кого-то обманывать. Обманывают людей. Берут какую-то традицию за основу. Добавляют туда какие-то свои мысли, идеи, концепции, эзотерику, магию. Все, что угодно. Валят всю воду кучу. И все. Продукт готов. Запакован. Можно продавать. Что получается в итоге? В итоге получается, что... Йога стала вообще непонятно чем. Вместо того, чтобы приносить пользу людям. В настоящее время йога... Не всегда приносит пользу. А часто приносит вред.